Давайте взглянем на дыхание с нескольких разных перспектив. Я думаю, что дыхание было бы невозможно, если бы не дышал космос. То есть мы дышим, потому что в какой-то степени мы кратно, мы совпадаем, находимся в связи, в резонансе с дыханием космоса, с дыханием Земли. Если мы отмотаем миллиарда два лет назад, то Земля представляла в то время не очень, с нашей точки зрения, благоприятное место для жизни. Температура была у поверхности порядка где-то сотни градусов тепла. Основную атмосферу составлял углекислый газ СО2, который заполнял всю атмосферу. Благодаря свойствам СО2 возникал жуткий парниковый эффект, то есть Земля страшно нагревалась. И вода, которая существовала тогда, Мировой океан, был нагреть до средней температуры 70-80 градусов. Вот такая была средняя температура на планете Земля. Ни грамма кислорода, вода, атмосфера из углекислого газа, который выделился в процессе интенсивных геологических процессов из недр. Жуткое давление у поверхности, это 10 атмосфер примерно, в 10 раз больше, чем давление сейчас у поверхности. И в этой ситуации появилась жизнь. Появились первые бактерии, прокариоты, одноклеточные бактерии, которые размножались, которые были живыми, которые дышали. Дышали они углекислым газом. И этот углекислый газ они расщепляли, и этот углекислый газ служил источником энергии для этих древних бактерий. И забегая вперед, скажу, что до сих пор среди органелл, которые составляют наши клетки, есть необходимые ферменты, и в гене человека и всех животных существуют гены, которые при некоторых условиях способны активироваться и запустить вот тот древний анаэробный вид дыхания. Дыхание без кислорода. При этом дыхании я не буду вдаваться в сложные биохимические объяснения. Я сам в них небольшой мастак, честно говоря. Хотя вот формулы в книжках, которые я смотрел, я прочитал, но биохимию я изучал довольно-таки давно. Но на качественном уровне анаэробное дыхание – это дыхание за счет внутреннего кислорода, который содержится в наших клетках. То есть кислород выделяется и затем сжигается. И происходит освобождение энергии. Ну, в частности, у всех живых существ происходит зарядка, во-первых, зарядка АТФ, адизинатрифосфорной кислоты в митохондриях, которая, собственно говоря, и служит основным источником энергии. Она потом трансмигрирует вместе с митохондриями и совершает при своей разрядке, клетки, совершает всевозможного рода мышцы и так далее, есть возможность совершать работу. Вот каков древнейший механизм дыхания. Затем где-то полтора миллиарда лет назад совершился решающий скачок в эволюции биосферы. Появились первые растения, которые стали выделять кислород в процессе своей жизнедеятельности. То есть появился фотосинтез. В ответ на солнечный свет специальные органические вещества, хлорофилл, который содержался в клетке вот этих микроорганизмов, протоводорослей, стал выделять кислород. И колоссальное значение этого процесса состоит в том, что кислорода стало постепенно возникать все больше и больше, все больше и больше. И если поначалу в древней атмосфере кислород составлял сотые доли процента, два миллиарда лет назад, то в настоящее время кислород составляет 21%. Если древняя атмосфера целиком практически состояла из углекислого газа и в какой-то степени из азота, то нынешняя атмосфера углекислый газ составляет только 0,01%. Весь остальной углекислый газ съели растения, съела биомасса. Растение питается главным образом углекислым газом и перерабатывает углекислый газ в свою структуру, в свой ствол, в свои листья и так далее. И растениям не нужен кислород для этого процесса. Наоборот, растение производит кислород, питаясь углекислым газом, расщепляя его на воду и на кислород. И поэтому, ну и, собственно говоря, вот сама масса растений, которая состоит в очень большой степени из углерода. И в ходе этого процесса на Земле появилось все больше и больше кислорода, и постепенно возникли первые животные, которые стали обладать... Самые первые животные, так же, как и водоросли, дыхание у них было анаэробно, без кислорода, но затем появились животные в ходе эволюции, где-то 500 миллионов лет назад, которые стали обладать аэробным дыханием. То есть они стали способны окислять вещества по типу циплокрепсу, это зарядки митохондрии, использовать для этого кислород. И с энергетической точки зрения этот процесс примерно в 10 раз более эффективен, чем дыхание эндогенным, внутренним кислородом, который производится из внутренних веществ. И неудивительно, что эволюционно эти существа стали более приспособленными, и наступила эра как раз существ, которые дышат кислородом. И в то время было довольно-таки большое количество еще углекислого газа 500 миллионов лет назад, порядка нескольких процентов в атмосфере было углекислого газа, когда появились первые животные, и порядка 10% было уже кислорода в атмосфере. Конечно, это было время, когда колоссальная буйная растительность застилала всю территорию суши. Ну, скажем, вся Сибирь была, это были джунгли колоссальных гигантских папоротников. Там, где сейчас в крупнейшем мире нефтяные месторождения, там стояла тропическая жара, и разрастались гигантские 100-метровые папоротники, которые были продуктом потребления из атмосферы углерода, вернее, углекислого газа. То есть углекислый газ – это основа для как раз строительства тела растений. Затем по мере того, как углекислого газа становилось все меньше и меньше, стали возникать другие виды растений, которые на суше сменились семенными растениями, и дальше там эволюция травы и так далее, уже гораздо меньшего размера и меньшей способности к росту. А древние папоротники сейчас вот такие вот кустарнички. Для них нет возможности вырастать сейчас так быстро. И в это время как раз состоялись основные запасы органического вещества на планете, то есть вот этих древних папоротников-лицов, которые ушли и в ходе геологических процессов, и в ходе накопления земной почвы за много-много-много миллионов лет. И из них, как считается сейчас, а также из останков, колоссальных останков органических веществ, то есть древних кладбищев, древних животных, динозавров и прочих монстров, которые обитали, возник продукт, который называется нефть. А окаменелые остатки этих растений образовали уголь. И мы видим очень интересный процесс. То есть углекислый газ, из которого состояла атмосфера в ходе, усвоение растениями превратился в нефть, в газ и в уголь. То, что является основным топливом на Земле. И прогресс человечества связан с тем, что мы научились извлекать энергию, запасенную в этих органических веществах. И сейчас, особенно последние 50 лет, мы начинаем интенсивно сжигать запасы нефти, запасы газа и запасы угля. И в ходе сгорания основной продукт, который выделяется, это тепло, энергия и углекислый газ. И на нашей планете происходит возврат углекислого газа. Это такой большой цикл дыхания. То есть запасание органического вещества углерода, и затем обратно углерод освобождает энергию. И углекислый газ. Чем больше углекислого газа, тем больше возможности растениям расти. И они опять запасают в органическую массу. Очень много запасено углерода, конечно, в океане. Это древние водоросли, это кораллы. Вот в телах этих древних водорослей и кораллов содержится тоже колоссальное количество углерода запасенного. Это вот такой большой-большой цикл дыхания. И по мере того, как все больше и больше углекислого газа на Земле в ходе сгорания древних запасов биомассы, назовем это тела, и растений, и животных, нефть, уголь и газ, Тем больше углекислого газа в атмосфере, тем сильнее парниковый эффект, тем сильнее нагревается наша планета, тают полярные шапки, поднимается уровень океана, возникают катаклизмы. Вот-вот, может быть, если мы не решим эту проблему, возникнет опять всемирный потоп, исчезнут люди, выживут только морские. Морские существа в ходе всемирного потопа, и, может быть, тот из сухопутных, начнется новый цикл развития, люди не будут вмешиваться больше в биосферу, если они не идут под воду и не построят подводные города. Как-то все снова сбалансируется и так далее. Придет в новое равновесие вот такого рода большие циклы дыхания. И наше собственное дыхание, цикл вдоха и выдоха, оно в какой-то степени в миниатюре воспроизводит вот этот процесс большого дыхания космоса и большого дыхания всей планеты. Мы тоже используем углекислый газ для того, чтобы запускать энергетические реакции. И отчасти мы используем кислород. Но все наши дыхательные, настройка дыхательной системы происходит по парциальному, то есть частичному давлению углекислого газа в нашей крови. Это свидетельствует об очень древнем механизме нашего процесса дыхания. Он настроился еще в те времена, когда уровень СО2, углекислого газа в атмосфере был очень высокий, то есть во времена первых животных. И простым доказательством этого факта служит, например, то, что развитие младенца в утробе матери происходит при газовом составе, который в гораздо большей степени соответствует составу, который наблюдался в атмосфере Земли в те времена, когда возникли первые животные. Ну, скажем, содержание кислорода в крови младенца в 6 раз меньше, чем в крови матери, а содержание углекислого газа порядка, по-моему, в 6 или в 10 раз больше, чем в крови матери. То есть это очень близко к атмосфере как раз Земли в то время, когда происходило, возникли первые животные. И если каким-то способом нарушается это равновесие серьезно, ну, например, какая-то кислородная инъекция произошла в кровь, повышенное содержание кислорода, ну, скажем, до содержания кислорода в крови матери, то младенец умрет. Повышение кислорода чрезвычайно критично для жизни младенца. Или если понизится или как-то изменится уровень углекислого газа, то младенец будет чувствовать удушье. Удушье, которое мы все чувствуем, когда задерживаем дыхание, оно связано вовсе не с нехваткой кислорода, как, например, вот мы могли бы подумать, исходя из такого бытового представления, что мы дышим тогда, когда нам не хватает кислорода. Нет, без кислорода мы могли бы пробыть еще столько, полстолько и еще раз столько, сколько мы задерживали дыхание. Удушье – это сигналы, которые посылают рецепторы дыхательные, которые имеются у нас в легких, в аорте и в основном около сонных артерий. Он посылает в дыхательный центр, который находится у нас у основания мозга в ретикулярной формации. Именно оттуда вот стекаются все данные. Это центр, который собирает все данные из дыхательных рецепторов о содержании углекислого газа и кислорода в кровотоке. И если меняется содержание углекислого газа, оно становится меньше, или меняется содержание кислорода, то меняются силы сигналов, и у нас возникает непреодолимое желание вдохнуть, когда у нас снижается количество углекислого газа. Так построена наша дыхательная система. Она в очень большой степени направлена на содержание углекислого газа. И подробно, наиболее из всей литературы, которую я читал, работа дыхания описана в книжке Бреслава «И.С. Бреслав. Как регулируется дыхание человека». Эта книжка в 1985 году вышла в издательстве «Наука». И вот для тех, кто хочет узнать все о дыхании с точки зрения физиологии и регулировки деятельности, о том, как связано настроение дыхания, измененное состояние сознания и дыхания, психосоматическое сознание и дыхание, я рекомендую книжку Бреслава «Дыхание. Висцеральные поведенческие аспекты». Вот здесь я ее повешу, вы сейчас не записывайте. Эта книжка выйдет во второй половине года в Ленинградском отделении издательства «Наука». Такая толстая, всеобъемлющая книга о том, что такое дыхание и как оно регулируется. Итак, эволюция дыхания была связана с тем, что от дыхания анаэробного, бескислородного растения и животные перешли к дыханию аэробному, связанному с кислородом. Хотя, кстати, кислородное дыхание не является самым мощным энергетическим дыханием. Например, если бы для зарядки, скажем, энергетических процессов организм использовал не митохондрии, а этиловый спирт, то энергетика дыхания была бы еще в 10 раз более мощной. Представляете? Еще в более 10 раз мощной. Спирты, метиловый спирт, этиловый спирт, вообще говоря, является очень сильными ядами для организма человека и животных. Очень сильными ядами. И то, что у человека и у животных имеется некоторая толерантность к этиловому спирту, то есть мы можем вырабатывать противоядие по отношению к этиловому спирту, говорит о том, что где-то на ранних стадиях эволюции, когда кислорода было еще мало, развитие многообразной эволюции биоформ использовало или проверяло возможность и спиртового энергетического процесса. В организме человека имеются гены, которые как раз связаны со спиртовым дыханием. В организме, например, европейцев эти гены включены, и поэтому спирт для нас не является стопроцентной отравой. А в организме некоторых сибирских народов и народов туземных, которые не использовали спирт, например, в своей жизни эволюционно, эти гены не включены. И с этим связан широко наблюдаемый факт пристрастия к спиртному и чрезвычайному воздействию на спиртного на эти народы. Они пристращаются к спиртному и не могут уже прекратить пить, и сгорают очень быстро. Потому что спирты, в том числе этиловый спирт, они разрушают миелиновое волокно в нервных клетках. В мозгу, например, то есть каждый нерв заключен в таком специальном защищающем белковом миелиновом волокне. И спирт, регулярное употребление спирта разрушает это волокно, и в итоге происходит деградация нервно проводящих путей и деградация, соответственно, субстрата сознания. И человек довольно-таки быстро умирает, потому что разрушается в том числе наряду с разрушением не только критичность, не только умственные способности, но просто-напросто те нервы, по которым организм передает и получает сигналы ко всем органам. Ну, несмотря на то, что из всех видов дыхания, эндогенное дыхание, прокариота, кислородное дыхание, внешнее дыхание, эукариотные бактерии, которые производят психосинтез, и также кислородное дыхание в животных, тем не менее механизмы эндогенного дыхания у человека существуют. Существует ген, который кодирует внутреннее эндогенное дыхание, существуют все необходимые биохимические вещества и органеллы, и несмотря на то, что эффективность эндогенного дыхания в 10 раз меньше, чем эффективность кислородного дыхания, тем не менее для того, чтобы, например, вот спокойно сидеть, такого дыхания вполне достаточно. Вот просто, если вы не совершаете никакой интенсивной работы, просто сидите неподвижно. И, вероятно, с этим и связана вся практика йоги, с включением древних механизмов эндогенного дыхания. И йог, который включил все эти механизмы, он совершает с точки зрения обычного человека чудеса. Он может проходить на задержке открытой, закрытой, задержке на выдохе или задержке на вдохе, любой вид задержки. Например, я выдохнул и задержал, не вдыхай, это задержка на выдохе. Я вдохнул и не вдыхаю, это задержка на вдохе. Я вдохнул, например, и не перекрыл горло. Я могу еще вдохнуть, еще вдохнуть легко, это открытая задержка. Я вдохнул и сжал что-то здесь, закрыл. Воздух не выходит, это закрытая задержка. Вот основные виды задержек, ну и потом задержки, связанные уже с толканием воздуха вниз. Всевозможные применяются в югической практике для того, чтобы в конце концов толкнуть воздух и связанную с ним прану в центральный канал и потом запереть. Мы более подробно основные вещи, связанные с этими югическими задержками, потом узнаем от Ани. Основные вещи, которые открыты, потому что есть некоторые югические практики, которые закрыты и нужно просто быть уже в традиции той или иной системы йоги для того, чтобы безопасно для себя практиковать. Закрыто связано просто с тем, что без надлежащих мотиваций, без надлежащих регулярных занятий и без регулярных занятий с мастером просто-напросто опасно эти вещи делать, поэтому их закрывают, чтобы не ности вред. И механизм эндогенного дыхания, по-видимому, также запускается в наиболее популярных дыхательных практиках, которые имеют также колоссальный оздоровительный эффект. Таких, как практика бутейка дыхания, таких, как практика дыхательной гимнастики Стрельниковой, таких, как рыдающее дыхание Вильюнаса. Ну, основные вещи, связанные с дыханием, я думаю, каждый из нас знает, поскольку мы как-то смотрели, здесь, наверное, и анатомические атласы. Я принес вот такой простой, популярный анатомический атлас для того, чтобы показать всем нам вот эта вот система дыхания. Здесь на разворотике видно? У нас с вами два легких. Значит, левая легкая, правая легкая, вернее, состоит из трех долей. И левая легкая, там, где находится сердце, она часть легкого занимает, и поэтому тут две доли у правого легкого. У нас есть, соответственно, вот то, чем мы вдыхаем, нос. И на самом деле, вот, у нас есть гортань, связки, тоже это часть дыхательной системы. Трофея, большая трубка, которая разветвляется на большие бронхи, которые множатся, 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 и в конце концов, вот это бронховое дерево, видите? Левое и правое. И в конце концов, вот, по-моему, это альвеола, да? Да, вот альвеола. Мелкие-мелкие-мелкие пузыречки в легких, которые пронизаны кровеносными сосудами, артериальными и венозными. И там происходит обмен. Венозная кровь, бедная кислородом и богатая углекислым газом, приходит в альвеолы в легкие, и там она поглощает пузырьки воздуха. Там очень большая поверхность альвеол. По-моему, протяженность вообще вот кровеносных сосудов в легких около тысячи километров, если я не ошибаюсь. И колоссальная площадь, сейчас не помню сколько, мне кажется, в районе 30 квадратных метров, внутренняя площадь легких. А может быть, больше даже. Ты слышала футбольное поле? Футбольное поле, может быть, это про другое. За свою жизнь человек вдыхает объем воздуха площадью футбольное поле высотой 27-этажный дом. Вот такое есть сравнение. Но я не уверен в отношении 30 квадратных метров. Может быть, и гораздо больше сейчас. Я просто не помню. Вот и в ходе каждого вдоха и выдоха у нас возникает один и тот же процесс. Вот эта вот мышца, сейчас мы ее найдем на другом, которую отделяет верхнюю часть нашего тела от нижней части. Вот эта вот мышца, видите, такая мощная-мощная мышца, которая называется диафрагма. Это самая мощная мышца нашего организма. Ни это, ни ноги, ни бедро. Диафрагма – самая мощная мышца нашего организма, которая трудится всю нашу жизнь, выполняя колоссальную работу. Вот она вот отделяет верхнюю часть, где находятся легкие, и сердце от нижней части, где находятся все остальные органы, где находится печень, где находится селезенка, толстый тонкий кишечник, почки. И при движении диафрагмы совершается колоссальная работа. Во-первых, растягиваются легкие, потому что, когда диафрагма идет вниз, легкие расширяются, и воздух сам входит в наши легкие. Совершается газообмен. Во вдыхаемом воздухе у нас содержится 21% кислорода и 0,01% углекислого газа. В выдыхаемом воздухе у нас содержится 16% кислорода и 4% углекислого газа. То есть мы выдыхаем углекислый газ, вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ, вдыхаем кислород, отдаем углекислый газ в атмосферу. То есть мы находимся в симбиотическом отношении с растениями. Животные растения находятся в симбиозе. Нам нужен кислород, растениям нужен углекислый газ. И мы обмениваемся, и мы растем друг за другом. И все это питается солнечной энергией, такой основной процесс. Мы питаемся непосредственно растениями и теми, кто питается растениями, животными. И вот такого рода большие циклы обмена энергии, в которых дыхание играет первоочередную роль. Наше дыхание является очень тонко настроенной системой. И в основном наиболее тонкая настройка осуществляется носовым дыханием, потому что в носовых ходах содержатся очень важные рецепторы, которые идут в ретикулярные формации, которые снимают содержание как раз углекислого газа и кислорода. При прохождении носового потока через носовые ходы происходит, во-первых, согревание воздуха. Даже если на улице мороз уже вот здесь температура воздуха равняется температуре тела, она нормальная, и поэтому мы не застудим никакие органы, нелегкие, не простудимся, когда дышим через нос. Ворсинки, которые содержатся, собирают пыль. Слезные железы увлажняют эти ворсинки, и они выделяются через нос и через рот в течение дня, как мокрота. И это та пыль, которая, если бы она не выделялась за несколько дней, забила бы все наши легкие, если бы эта пыль не выделялась каждый день. И каждый день наши слезные железы выделяют около одного литра жидкости, которая увлажняет пыль, которую мы и выдыхаем, и которая вместе с мокротой от нас выходит. Отплевывается, отхаркивается, выдыхивается в виде пара и пыль увлажненная. И все наши дыхательные пути устланы ворсинками, которые двигаются вверх. Такие реснички, они двигаются вверх, и вся пыль поднимается, поднимается и выводится. И если бы не было этих ворсинок, этого механизма, я повторяю, то наши легкие были бы утрамбованы, как мешок из пылесоса, за несколько дней были бы забиты. И поэтому, если благодаря каким-то ситуациям нарушается как раз поверхность бронхов, то возникает проблема. Здесь уже не работает механизм передвижения пыли, и возникают очаги инфекции и так далее. Большую роль в дыхании играют также дыхательные мышцы. Это прежде всего межреберные мышцы. Потому что работа дыхания – это не только опускание диафрагмы, это еще поднимание, растягивание межреберных мышц, расширение объема грудной клетки. Это поднятие груди и расширение груди. Полный вдох – это мы надуваем живот, и здесь что-то еще приподнимается. И вот это делают как раз межреберные мышцы. Это самые важные мышцы для дыхания. В отношении дыхания, исследования дыхания начались в европейской науке где-то, я думаю, порядка 200 с лишним лет назад. Первые опыты по дыханию, которые, кстати, имели неправильные выводы для дыхания, сделал известный французский ученый Лавуазье. В начале XIX века он открыл так называемый закон Лавуазье. Значит, под одну кубу, чашу, ставилась свечка, и через некоторое время свечка гасла. Под другую чашку клалась мышка, и через некоторое время мышка умирала. И Лавуазье делал вывод о том, что если нет кислорода, то человек умирает. Поэтому чем больше кислорода, тем лучше. Вот основной такой вот закон, не совсем правильный и в чем-то даже вредный, потому что избыток кислорода на самом деле может играть весьма и весьма негативную роль. Потому что если мы привычно часто дышим, то у нас возникает обедненное содержание углекислого газа, и в ответ на это смещаются биохимические процессы, возникает желание дышать еще больше, выдох делать еще более коротким, вдох еще более. Нам как будто бы не хватает воздуха, мы стремимся дышать больше. Это запускает механизм, который называется нейрогенной гипервентиляцией. И возникает постепенно всевозможного рода расстройства, связанные с привычным учащенным дыханием, слишком глубоким вдохом и слишком коротким выдохом. Вот такого рода дыхание приводит к последствиям довольно достаточно тяжелым. И сейчас в соответствии с существующими представлениями о роли дыхания в здоровье считается, что свыше 90% болезней вызывается неправильным дыханием и лечится правильным дыханием. Вот такая статистика. И среди этих болезней бронхиальная астма, инфаркт миокарда, инсульт, куча так называемых психосоматических болезней, бронхиальная астма, артриты, лишний вес и многие другие нарушения обменных процессов. То есть, естественно, весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний, все это в конечном счете в исходном моменте вызывается неправильным дыханием, которое порождает нарушение биохимии, нарушение энергетики, страдают органы, и в итоге возникает дисфункция тех или иных органов, сужаются сосуды. Ну, например, механизм высокого давления какой? Когда у нас возникает, например, в ходе учащенного дыхания, когда мы слишком много кислорода каждый раз получаем, и слишком короткий выдох, у нас возникает повышенное содержание кислорода, в ответ на это так устроен наш дыхательный центр. Организм стремится уменьшить количество кислорода. С его точки зрения переизбыток кислорода вреден. Нужно уменьшить содержание кислорода, которое идет к органам. Почему это нужно уменьшить? Потому что если содержание кислорода превышает, растворенного кислорода превышает норму, возникает эффект невозможности отдать эритроцитам кислород в цикле крепсодизина трифосфорной кислоты. То есть кислород есть, но потратить его на окислительно-восстановительные реакции, на получение энергии невозможно при превышении некоторого предела. У нас есть кислород, но мы задыхаемся при этом. Вот такого рода парадоксальный механизм регуляции дыхания. И в этом случае как реагирует организм? Он стремится уменьшить количество кислорода. Какой существует механизм? Это сжатие сосудов для того, чтобы уменьшить кровоток. Сосуды сжимаются, но при этом возрастает, соответственно, давление. И если давление достигает критического уровня, то возникают проблемы. Сосуды сжимаются, возникает давление, но если при этом мы продолжаем дышать по-прежнему, у нас стремление вдохнуть-вдохнуть, то у нас не может, нарушаются обменные процессы и возникают, в конце концов, так называемые склеротические бляшки, которые разрастаются, сосуды становятся хрупными, и это, в конце концов, приводит к инсульту и к инфаркту. Вот такого рода механизмы, в основе которых лежит механизм нарушения обмена и неправильного дыхания. Поэтому дыхательные практики как лечат, так и калечат. И неудивительно, что такая тесная связь дыхания и здоровья была отмечена с глубочайшей древности, и неудивительно, что дыханию уделяется колоссальная роль, прежде всего, конечно, в практиках йоги, как индийской йоги, так йоги тибетской, но и всех других мировых духовных практиках. Если мы посмотрим духовные практики, то все они, вот с тех пор, как только мы знаем, уделяли пристальное внимание дыханию. И все они отмечают тесную связь дыхания, энергии и жизненных функций. И это далеко не удивительно, потому что, как свидетельствует опыт самого языка, дыхание, дух происходит от очень сходных корней. И здесь очень важно для нас то, что в истории языка отмечается изначальная связь жизни, духа, дыхания, души и так далее. И все современные языки хранят эту связь. Это, скажем, по-гречески, это пневма, это и дух, и дыхание, и анима, это душа. Это латинские слова, там, spiritus, spirit, все, что связано с духом, с дыханием. Это индийские prana, тоже связаны, это дыхание, дух и так далее. Раух, это по-древнееврейски, или рух там, по-моему. В слове обозначение в латинских языках бога, deus, да, мы тоже слышим вот это дыхание, придыхание. Теус, деус, обозначение дыхания. Древний индийский, вернее, древний, а мистический индийский поэт, по-моему, 15 века, Кабир, говорил о том, что, определяя бога, бог – это дыхание внутри дыхания. Как бы он прямо раскрывал карты. Вернемся теперь к истории изучения дыхания в европейской традиции. Наверное, первым европейским специалистом, который обратил серьезное внимание на дыхательные практики, на дыхательную гимнастику, был Лео Кофлер, который жил в начале 19 века в Германии. И он первый стал обучать так называемому трехфазному дыханию. И использовал трехфазное дыхание для лечения заболеваний. Трехфазное дыхание очень просто. Это вдох, выдох и задержка. Потом вдох, выдох, задержка. Поэтому оно называется трехфазным. И это дыхание использовалось, в частности, для лечения туберкулеза. Показало свою высокую эффективность. Затем, уже в 19 веке, в конце 19 века, особенно в начале 20 века, колоссальной популярностью пользовалась оздоровительная система другого немца – Миллера. И одним из краеугольных камней этой оздоровительной системы было глубокое и ритмичное дыхание без каких бы то ни было пауз, которое сопровождалось физическими упражнениями. И выпускались брошюрки, в том числе и в России, во всех странах, которые популяризировали этого дыхания. В России большой популярностью в 20-е годы пользовалось дыхательное упражнение Ольги Лобановой. И это было четырехфазное дыхание. Ольга Лобанова была актрисой в театре Мерхольда, по-моему. И она тренировала актеров и певцов. И дыхание, которое она использовала, имело две паузы. Это вдох, пауза, выдох, пауза. Вдох, пауза, выдох, пауза. Вот тренировались такие виды дыхания. Как мы увидим позднее, все подобного рода виды дыхания, они имеют в качестве своей основы, конечно, егическую пранаяму. Затем в числе известных людей, которые породили целую традицию использования дыхания, следует назвать, конечно же, Вильгельма Райха, отца биоэнергетической терапии и телесно-ориентированной терапии. Райх в начале 20-х годов натолкнулся на существенное ограничение классической процедуры психоанализа. Он увидел, что дальше психоанализ не работает. И чисто интеллектуальное понимание причин, почему мне так плохо, может принести некоторое облегчение, но затем страдания, комплексы возвращаются снова. Он описал эти парадоксы в своей знаменитой книжке «Анализ характера» или «Характер-анализ» в другом русском переводе, и предложил новый метод терапии, который использует катарсические эмоции, вызываемые интенсивным дыханием. Он стал первый из психологов и психотерапевтов, который использовал интенсивное дыхание в контексте сеансов психотерапии для повышения эффективности этих сеансов. И, конечно же, мы могли бы назвать рай как прародителем как холотропного дыхания, так и ребёфинга, и так и всех других методов, которые используют интенсивное дыхание. И затем в России большой популярностью пользуются такие дыхательные гимнастики, как дыхательная гимнастика Стрельниковой. Вы, наверное, все слышали об этой дыхательной гимнастике, кто-то практиковал. Очень большую популярность имеет также дыхательный тренажёр Фролова. Сейчас нам Кристина покажет, как это использовать. Вот здесь такая камера, куда наливается вода, для того, чтобы мы вдыхали через воду и выдыхали через воду. Это создаёт первый эффект тренажёра Фролова. Лёгкое сопротивление на вдохе и на выдохе. То есть мы тренируем дыхательные мышцы, и давление, которое нам нужно для втягивания воздуха и выдыхания, чуть больше. Поэтому при выдохе у нас большее давление в альвеолах, и при вдохе большее разрежение. И затем, поскольку мы дышим через это, там накапливается в этой камере повышенное содержание углекислого газа. И это повышенное содержание углекислого газа, оно позволяет нам совершать тренировки к повышенной концентрации углекислого газа. И, соответственно, это является основным механизмом, который включает древнее дыхание, эндогенное дыхание. Спасибо, Кристина. И эндогенное дыхание – это не только то дыхание, которое связано с включением древних механизмов, но это также и нечто большее, как считает Фролов. И здесь Фролов использует гипотезу очень известного специалиста по дыханию Григорий Петракович, Григорий Николаевич Петракович. И он выдвинул в 1992 году поразительную новую концепцию дыхания. Но если вот сразу вот так вот карта на стол, не вдаваясь ни в какие вещи, концепция эта состоит в том, что если мы исходим, исходя вот из традиционной физиологии дыхания, то мы не в состоянии объяснить колоссальное количество фактов. Например, мы не сможем объяснить тот факт, почему, например, кошелоты ныряют на километровую глубину и проводят там полчаса совершенно безвредно для себя. То есть до сих пор есть целый класс существ, которые поразительным образом на долгое время задерживают дыхание и при этом работают с такой энергией, передвигаются с такой энергией, что если исходить из того, что вот какое-то количество дыхания, которое высвобождается за счет эндогенного дыхания, количество энергии, невозможно понять. И невозможно вообще понять, как кошелот, например, мог запасти такое количество дыхания, чтобы совершить такую работу. Ну вот, например, для того, чтобы находиться по расчетам стандартной физиологии дыхания на глубине 1 километр в течение 30 минут, кошелоту потребовалось бы запастись таким количеством воздуха, который в 30 раз превышает объем его самого. Если мы исходим из стандартной физиологии дыхания. То есть какие-то вещи абсолютно не стыкуются. С этим не стыкуются, например, неоднократно запротоколированные факты задержки дыхания на 20 минут, на полминуты, на полчаса, на несколько часов, на сутки, которые проводились неоднократно. Ну, скажем, йог останавливает дыхание, его зарывает в герметическую камеру, через сутки откапывает, через двое суток откапывает, и он возвращается к жизни. Как это возможно? Кислорода там нет. Какие механизмы? И Петракович предлагает конкретный механизм, он их прописывает, каким образом может работать молекулярный ядерный реактор. Только, говорит Петракович, используя эту гипотезу, мы можем понять, как организм высвобождает в ходе вот этих процессов такую колоссальную энергию. И это связано идеей с тем, что у нас в организме теплокровных животных постоянно идут процессы неферментативного, свободно-радикального окисления ненасыщенных жирных кислот, которые входят в состав всех клеточных мембран. И обычно считается, что этот процесс очень вредный, потому что существуют свободные радикалы, а свободные радикалы разрушают все живое, то есть они вступают, окисляют в том числе ДНК, окисляют клетки, образуют в конечном счете раковые клетки, разрушенные клетки, и считается, что это очень вредно, но согласно гипотезе Петракова, именно как раз вот с этим процессом связана работа клеточного ядерного реактора, который и является основным энергетическим механизмом дыхания. Вот, хотите верьте, хотите нет, вот есть три публикации, можете их посмотреть на досуге, в которых обсуждается гипотеза Петракова, с ней солидаризируется как раз человек, который сконструировал дыхательный тренажер, Фролов, как он сам объясняет, конструирование дыхательного тренажера произошло у него, когда он захотел все-таки усовершенствовать существующие наиболее популярные дыхательные гимнастики, дыхательную гимнастику Стрельниковой, дыхательную гимнастику Бутейко и дыхательную гимнастику и прибор Стрелкова, вот эту камеру Стрелкова. Ему показалось, что это все слишком сложные вещи, а результат на выходе слишком маленький. И вот он взял такой тренажер, приборчик, с помощью которого можно гораздо более просто, каждый может перейти на внутреннее эндогенное дыхание. И к моменту, когда он изобрел этот прибор, дела его были швах, потому что здоровье его было достаточно плохое и выяснилось, что у него рак тонкой кишки в очень серьезной степени, и шансов у него не было никаких, он стал заниматься своим собственным приборчиком и через месяц метастазы остановились, а еще через несколько месяцев, когда он считает, он сам полностью перешел на эндогенное дыхание, а есть тесты, которые позволяют, энергетические тесты, очень легко определить включение эндогенного дыхания, он полностью вылечился из рака. И многочисленные люди, которые следуя этого методу используют тренажер Фролова, тоже излечиваются от колоссального количества болезней. Списки в этой книге, основные книжки Фролова приводятся. Тут очень много очень интересных рекомендаций, кстати, связанных вообще с дыханием, спортом, оздоровительной практики. Я сейчас не могу вам ничего сказать по поводу того, присутствует ли в каждой клетке термоядерный редактор. Для меня здесь, честно говоря, многие вещи непонятны, включая уравнения, которые в конце этой книжки есть, например. Тут подробно для любопытных как раз приводится и конструкция тренажера, и внешнее дыхание, как работает эндогенное дыхание, как меняется концентрация углекислого газа. Здесь приводится также подробно биохимия этих процессов. Не знаю, хотите верьте, какие-то нет, но факт есть факт. Существуют животные, у которых, согласно Фролову, чисто эндогенное дыхание. Это, например, морские животные прежде всего, такие как дельфины, киты, тюлени и другие, подобные тюленям, котики и так далее, моржи, животные, которые способны находиться десятки минут и до часа под водой, совершая интенсивную энергетическую работу. И существуют древние животные, у которых эндогенное дыхание включено по определению, как показали современные исследования, потому что это акулы, прежде всего. Ну, скажем, сельдевая акула передвигается со скоростью 50 узлов, это примерно 90 километров, на протяжении многих часов. И нетрудно посчитать, какая энергетика у этой акулы, какая энергетика для того, чтобы передвигаться с такой скоростью 90 километров в час в такой среде, которой является вода, с таким большим сопротивлением. Колоссальная энергия. И, конечно же, если мы просто-напросто посчитаем ту энергетику, которую получает акула, извлекая жалкое количество растворенного кислорода из морской воды, это абсолютно на порядке несопоставимые цифры, каков механизм дыхания у акулы. Потому что стандартный механизм никак это не объясняет. Каков механизм энергии? Фролов говорит, это, конечно же, эндогенно-ядерное дыхание, и поэтому в связи с тем, что это дыхание обладает очень высокой энергетикой, но в частности энергетика такого дыхания в три-четыре раза больше, чем энергетика обычного дыхания, то, естественно, все процессы, связанные с высокой энергией, они имеют место быть, но в частности акула – это одно из немногих существ, которое не болеет никакими болезнями, абсолютно никакими болезнями. Акуру невозможно заразить ничем, раком, например, инфекциями, невозможно. И с этим связана популярность, например, препаратов, которые получают из акулы. Пытаются понять, почему акула не болеет раком, и что, какой, может быть, какой-то состав, какая-то часть акулы, акулей хрящ, акулей, что-то еще, какая-то вытяжка из акулы как раз оказывает такое противораковое действие. Согласно гипотезе Фролова, никакой орган акулы, никакая вытяжка не связана с раком, связана просто высокая энергетика процессов. Это не дает акуле заболеть никакими заболеваниями, потому что мгновенно все неполадки, все дефекты устраняются, и именно энергия выстраивает эти вещи. И, кстати, вот эти морские животные, черепахи, киты, они являются самыми большими долгожителями на нашей планете, кроме человека. Это тоже о чем-то говорит. В соответствии вот с исследованием Фролова, если мы включаем у себя эндогенное дыхание, то время нашей жизни отодвигается примерно до 150 лет. И чем раньше мы включаем механизм эндогенного дыхания, тем быстрее наступает процесс омоложения и оздоровления. Те же самые идеи, конечно же, Фролов возник не на голом месте, естественно, он считает, что он всего лишь развил и систематизировал и дополнил практики своего учителя. Это бутейка. Все знаете, все слышали дыхание бутейка. Бутейка, та же самая трехфазное дыхание, это короткий вдох, длинный выдох и задержка на выдохе. Вот это, вот, собственно говоря, и все, что такое дыхание бутейка и упражнения физические, которые способствуют наработку этому. И поэтому когда мы дышим по бутейк, мы тоже вот принюхиваемся поначалу, мы делаем вдох короткий и затем медленный выдох на грани вот где-то как-то вот дискомфорта и делаем задержку. И там есть тоже система по счету. В конце, вот эта основная книжка по дыханию по бутейке, есть масса других книжек, где различные полиоризаторы, в этой книжке в приложении 1 подробнейшим образом разобрана физиология и биохимия дыхания. Что происходит? Какова энергетика дыхания? Любознательные вникаете, я только на качественном уровне вижу, что происходит в этом случае при дыхании. Тут есть биохимическое обоснование теории как раз дыхания. Метод бутейка называется волевая ликвидация глубокого дыхания. То есть у нас дыхание считает бутейка слишком глубокое, поэтому происходят все вот эти неприятности. Мы делаем волевую ликвидацию этого глубинного дыхания. Из других любопытных фактов отмечу, во-первых, что, конечно же, сам бутейка считает себя учеником знаменитого русского целителя Порфирия Иванова. Это тоже факт, когда я узнал, меня поразил. Он считает, что он воплощает вот именно такой естественный природный подход, возвращая человеку его естественное природное дыхание. Из других исследователей, которые тоже ну, как бы на плечах бутейка и Порфирия Иванова построили свою систему, я бы назвал прежде всего, конечно, Юрия Вилуноса. Вот одна из книг, есть и другие книжечки, у меня тоже есть, Вилуноса, дыхание, несущее здоровье, и метод Вилуноса называется рыдающее дыхание. Вилунос считает, что, и это, кстати, факт, многие люди, которые начинают практиковать дыхательную гимнастику Стрельникова или дыхательную гимнастику бутейка, попрактиковав где-то так с месяц, в конце концов, все это дело бросает, потому что очень тяжело. И эффект, в общем-то, серьезный эффект возникает где-то через год практики регулярной, как бы слишком медленно, да, для нормального человека. Ну, как бы вот ты работай, а потом, может быть, что-то получится, и большинство бросает. Вилунос тоже практиковал дыхание по бутейко, и последнее, кстати, бутейко дыхание рекомендовано Минздравом, тренажер Фролова вы можете купить в каждой крупной аптеке, он есть, можете по сайту набрать тренажер Фролова, заказать вам, принесут его домой, и начать тренироваться вместе с видеокассетой, у нас, кстати, эта видеокассета где-то есть, по-моему, на продаже один экземпляр, и есть диск, оцифрованная видеокассета, методической рекомендации по дыханию Фролова. И Вилунос тоже начал практиковать дыхание бутейко, но потом разработал, как ему кажется, более естественное дыхание, которое он назвал рыдающим дыханием. И главное, из чего исходил Вилунос, это то, что дыхание должно быть естественным. Если мы вносим какую-то искусственность, тут очень большая опасность, что мы что-то разрегулируем в организме. Любое вмешательство в налаженную работу организма может приносить вред, считает Вилунос. И, кстати, из опыта это тоже подтверждается. Многие люди, которые занимаются йоговской пранаямой или какой-то другой дыхательной техникой, скажем, даосским дыханием, цигуном, встречаются с сопротивлением, очень сложно преодолеть этот барьер. И когда они какие-то барьеры преодолевают, если вот нет у них хорошего инструктора, учителя, то могут возникать нежелательные последствия, которые называются расстройствами праны. Какие-то степени невроза, помешательства, расстройства здоровья. Вроде бы хочешь лучше, занимаясь дыхательными практиками, а возникают проблемы. И это связано действительно с тонкими вмешательствами в налаженные механизмы дыхания. Это саморегулирующаяся система. И тот паттерн дыхания, который у нас существует в данный момент, это единственное возможное дыхание для того, чтобы наше функционирование было оптимальным. Организм сам не может лучше настроиться. Дыхание, я повторяю, это сложная саморегулирующая система. Вот это единственное. Если бы этого не было, было бы гораздо хуже. И поэтому, когда мы начинаем делать так называемое правильное дыхание, мы не учитываем многих факторов самонастройки организма и можем разрегулировать и принести вред, что иногда и бывает. И поэтому верю нас исходит из того, что нужно использовать те механизмы дыхания, которые для нас абсолютно естественны. Что может быть более естественно, чем плач и чем смех. И те задержки дыхания, и те пертурбации с дыханием, которые при этом случаются. И давно известно, что люди, которые плачут и смеются, это люди здоровые. То есть у них как бы существует, они пользуются естественными механизмами самонастройки дыхания. и метод, который открыл Вилюнас и практикует, он очень похож на плач, поэтому назвал он его рыдающим дыханием. Вы как будто бы схлипываете, как начало каждого плача, да, и дальше все понеслось, да. И потом, когда воздуха нет, вы до конца уже выплакали, это вы опять вдыхаете, короткий вдох, и опять дальше начинается рыдание, там, слезы текут, все очищается. Поэтому рыдающее дыхание, это дыхание короткий вдох с коротким звуком А или Ах, что-то такое, всхлипывающее такое, короткое, полсекунды, максимум секунды, и потом вы выдыхаете, и при выдыхании у вас несколько, сейчас я скажу, звук Ха, Фа и Ф, то есть вы всхлипываете и потом выдыхаете и некоторая задержка на выдохе. Одна секунда, например, то есть вы считаете 21, потом и снова это такой легкий вариант. Затем вы можете, когда это освоите, перейти к звуку Фа, тут больше давления Ф, Ф, и затем просто здесь давление в легких, мы это знаем вот уже из комментариев Бутейко, больше давления в легких, и это связано, как говорит Фролов, автор тренажера, с более интенсивным процессом запуска вот этого клеточного, клеточной ядерной реакции. Вот, собственно говоря, что считает необходимым Вилюнос. Вилюнос разработал уже свою систему такого естественного оздоровления, и в этой системе есть еще несколько важнейших элементов, то есть второй важнейший элемент, который Вилюнос говорит, это импульсный самомассаж. Значит, в чем основная теория Вилюноса? Если у нас неправильное дыхание, то у нас не хватает энергии, производимой организмом, и какие-то органы недополучают энергию. Эти органы начинают сигналить, к ним меньше крови, меньше питательных веществ, сигнал проявляется в соответствующих рефлекторных зонах, потому что каждый орган проецируется на тело. И у нас возникает импульсивное желание почесаться, похлопать, погладить что-то там. И это абсолютно естественный рефлекс каждого живого существа. Правда, у нас он сильно притушен, и вот та одежда, которую мы носим, плотная, прилегающая, она как раз способствует тому, что гасится этот естественный рефлекс. Поэтому, говорит Вилунас, нужно спать голым, чесаться, гладить себя, когда хочется, массировать там, где хочется, тем самым мы как раз посылаем энергию туда, куда надо. И вот это основной краеугольный камень импульсного массажа. То есть нам нужно чесаться некоторое время, и когда уже чесаться не хочется нигде, тогда можно. Вот такая комбинация рыдающего дыхания, импульсного самомассажа, и следующие киты здоровья системы Вилюнуса, это естественный ночной сон, который, как говорит Вилюнус, если мы занимаемся пранаямой и дыхательными практиками, вы это заметите, то вы начнете спать, во-первых, меньше, во-вторых, вы начнете ночью просыпаться, у вас как бы возникает какое-то состояние бессонницы, и это очень важный момент, это абсолютно естественная органическая часть нашей жизни, говорит Вилюнус. Если возникла бессонница, это знак того, что организму нужна какая-то работа, ему нужно, значит, здесь сессия рыдающего дыхания и сессия такого импульсного массажа. Если вы ночью проснулись, значит, не теряете время недаром, подышите рыдающим дыханием, почешитесь, и через некоторое время вы очень хорошо, очень здорово заснете. И это нужно делать при ходьбе, беге, чередовании умственного и физического труда. Ну, дальше у него там следующее это естественное питание, здесь все очень просто, он говорит, что все системы искусственного питания не нужно им следовать, нужно есть то, что хочешь, и в тех количествах, которые хочешь, и самое главное, когда хочешь. Если ты при этом дышишь рыдающим дыханием, спишь хорошо и массаж, то все будет великолепно. У тебя исчезнут все болезни, повысится мужская потенция, женская сексуальность, и все завершится, вот он дает практически советы тем людям, которые хотят жить до 100 лет без старости. То есть главное, главное, управляя своим здоровьем, мы спокойно можем жить до 120-150 лет. Самое главное, за счет продления молодости, не за счет продления пожилого возраста, когда мы трясемся, и песок сыпется, а за счет продления молодости. Вот если немножко подытожить то, что я говорил, тут очень много других дыхательных практик, вот скажем, великолепная система, которая мне очень нравится, тоже Гая Хендрикса, София издала книжку, это сознательное дыхание. Гай Хендрикс отмечает, что 90% болезней и причин, по которым люди обращаются к врачам, лечатся дыханием, гораздо более простыми, дешевыми и надежными средствами, прежде чем идти к врачу и полечись парноямой, полечись техниками дыхания, тогда все вот великолепная книжка Игоря Исаева «Дыхательные практики», здесь есть обзор различных дыхательных практик, правда, автор не понимает механизмов холотропного дыхания, он отрицательно относится, исходя из своих теорий, которые ограничены, к методам, использующим интенсивное дыхание, но его практика замедленного дыхания заслуживает всяческого уважения, потому что он сам задерживает дыхание рекорды до двух часов не дышал, до двух, а задержать на полчаса это для него вообще, то есть человек выдыхает и задерживает дыхание на это время, это знак того, что полностью включено эндогенное дыхание, он занимается лет 20 наверное дыхательными техниками и парноямами. Несколько книжек Леонардо Орро вышло, это отец Ребюфинга, вы все знаете, вот это одна из основополагающих его книг, она называется программная книжка «Бросьте привычку умирать». Он здесь передает свой опыт контакта с бессмертными, которые живут в Индии. Ну, хотите верьте, хотите нет, я сам не верю Ору, меня не вызывает, я с ним лично виделся, беседовал, был на лекциях и так далее, он меня не впечатлил, мне кажется, где-то он не соотносит, но тем не менее он отец Ребюфинга и по крайней мере можно посмотреть его книжки, которые изданы в издательстве Софии, я познакомил его просто с директором московской Софии, соединил их и София издает его книжки. Вот дыхание по сметанкину, чем оно отличается, он тоже усовершенствует дыхательной гимнастике, стрелковой, бутейка, он тоже исходит из того, что слишком медленное и неустойчивое обучение, и он разработал прибор обратной выводится на компьютер и с помощью управляя изображением на компьютере вы очень быстро используете техники обратной дыхания. Да, как работает, у вас в центре есть, или? Да, то есть это также можно регулировать дыхание, очень просто. Для тех, кто любит техногенные вещи, вот можно обратиться в комплекс, есть центр сметанкиной и есть комплекс, который можно приобрести, датчики обратной связи, они по-моему недорогие. Есть всевозможного рода виды дыхания в духовных практиках, но в частности вот здесь София же издавала книжечку, это такой светский цигун я назвал бы, на основе дыхательных практик, энергий ци китайских, много хороших упражнений, я ее выделяю в качестве простоты. Это дыхательная гимнастика стрельниковые упражнения всевозможные, я вот оставлю, вы можете в перерыве полистать все эти книжечки. Ну и наконец основополагающие техники парноямы, вот одна из последних великолепных книг, есть много других хороших книг, ну в частности у меня вот в библиотеке я держу еще книжку Айнгара, тоже такая, Айнгар, глава одной из самых известных школ йоги, кстати, школа йоги Айнгара вот здесь в Московском открытом центре, там в Индокитая направление, и это одна из наиболее последовательных и глубоких практик парноямы, ну и любой из вас, кто захочет освоить практику парноямы, может найти в Москве вполне аутентичные центры йоги, или самостоятельно съездить в Индию, можно получить консультации у Ани Кисличенко, и куда съездить, где связаться, она там недавно была месяц, и изучала парнояму с очень хорошим мастером. Вот каков мир, какова панорама дыхания, и если присовокупить к этому другие дыхательные практики, которые связаны с традиционными культурами, с духовными традициями, ну скажем, суфийское дыхание очень важная практика, я несколько раз участвовал в мероприятиях, в зикрах они называются, суфийские ритуалы, и на этих ритуалах мы дышали так, как дышат суфии, то есть мы произносили слово имя Бога Аллах на вдохе и на выдохе, направляли все свое внимание, любовь туда, и при этом как группа мы в хор в унисон произносили двигались вправо-влево, это очень мощная практика, конечно, суфийское дыхание, и во время вот такого рода практики суфийский шейх может втыкать на тех сессиях, где я участвовал, этого не было, но я беседовал в Германии как-то на одной конференции по духовному кризису с европейцем, который многолетний практик суфизма и который переводит суфийских шейхов во время их семинаров в Европе, он мне рассказывал, мы разговорились, он узнал, что я владею холотропным дыханием, и он прибыл на эту конференцию именно побывать на холотропном дыхании, которое проводили Станислав и Кристина Гров, и он рассказал мне, как у них в традиции шейхи втыкают ключи в тело адептов, учеников, в те места, где находятся чакры энергетические, за тем, чтобы в обычном состоянии сознания, благодаря втыканию этих ключев, была память о тех состояниях, которые были во время зикра. Это один из обучающих методов. На Западе широко распространены практики ребёфинга, буквально возрождение у истоков. Ребёфинг, как и вайвейшн, происходит из духовных традиций. Леонард Ор, конечно же, предложил практику ребёфинга на основании своего опыта индийской пранаямы. Он некоторые практики пранаямы использовал, упростил и связал с практикой долгожительства индийских йогов. В его практиках пранаямы он вспоминал свое собственное рождение и избавился от страхов. И поэтому в контексте именно практики ребёфинга или достижения личного бессмертия, вот такая фантастическая главная задача, нужно преодолеть родовую травму, избавиться от впечатываемых при родах и при травме родах страхах, которые программируют всю нашу жизнь и зашаривают наше сознание. И практика ребёфинг нацелена как раз на преодоление этих ограничений и страхов. И тогда вместе с практиками объединения с огнем, воздухом, водой и землей, а также с пространством, то есть с пятью великими первоэлементами мы сможем жить вечно, как говорит Леонард Ор, который по его утверждениям встречал в Индии бессмертных людей, которые живут уже на этой планете миллионы лет в одном и том же теле. Ну, как хотите, так относитесь к этим фактам, но тем не менее идеи долгожительства и идеи бессмертия являются архетиповыми идеями, конечно, для человечества. И они постоянно возобновляются в фильмах о бессмертных, о вампирах, о великих йогах и так далее, в легендах. И вся даосская практика это практика возвращения дыхания зародышей, лендогенного дыхания, для того, чтобы вернуть, обрести, вернее, бессмертия. Ну, о голотропном дыхании, как еще одном виде дыхания, мы с вами будем говорить специально более послезавтра, точно так же, как и другой практики, используемой интенсивное дыхание, которое я ввел в 96-м году, это практика синестезии. Это дыхание, спонтанное дыхание со спонтанной стимуляцией пяти органов чувств. Когда я придумал это дыхание, я еще не знал о том, что в доосизме дыхание является одним из органов чувств. Но, тем не менее, вот у нас спонтанное дыхание и спонтанная стимуляция пяти органов чувств за счет простой технологии, то есть играется живая музыка музыкантами, импровизаторами, каждый участник синестезии приносит свои звучалки, пищалки, свистелки, мы используем фонарики для того, чтобы стимулировать зрительно, играем, касаемся друг на друге, как на музыкальном инструментах, спонтанно каждый касается каждого. В рот, в неожиданном какие-то моменты дышащим, группа делится наполовину, дышащие и помощники, капаются капли пяти ингредиентов, из которых состоят наши рецепторы языка, чувствительных к кислому, жгучему, соленому, сладкому и... горькому, горькому, да. Пять основных рецепторов, поэтому капельки будут капаться. Ну и также будут спонтанно запахи разноситься разные, ароматическое масло разбрызгивается по всему залу. И когда спонтанно стимулируются все пять органов чувства и спонтанно дышат дыхание, то, оказывается, возникают удивительные вещи. И помимо обычного очищающего и каталитического эффекта интенсивного дыхания возникает еще нечто. Возникает спонтанный переход на другой режим восприятия, глубинного восприятия. С нашего привычного автоматического поверхностного восприятия, которое держит нас привязанным к повседневной реальности, мы переходим на глубинное восприятие. Мы начинаем вступать в контакт с глубиной, с тем уровнем, с которого рождается мир, с тем уровнем, который для нас, живущих на поверхности, является уровнем творчества. Мы становимся сопричастными рождению мира, то есть мы становимся в каком-то смысле создателями этого мира. И вот процесс синестезии способен включить у значительной части участников как раз вот этот гноземический язык, то есть изначальный алфавит переживаний, язык, о котором нам говорят биджа-мантры, например, соответствующие чакрам, там, рам, бам, вот эти вот мантры, которые соответствуют резонансам и которые не являются просто звуками. Это намного более мощные вещи. Каждая мантра, также можно каждую изначальную мантру исследовать на предмет того, где заключаются вибрации. Каждая мантра через механизм вибрации задействует определенные энергетические механизмы, активирует определенные органы, железы и так далее. Поэтому каждая мантра связана с исключением определенного рода вибраций, определенного рода энергии. Каждая мантра связана с изначальным языком переживаний, каждая мантра связана с дыханием. Потому что многие дыхательные техники напрямую связаны с техниками молитвы. Например, простейшая изначальная мантра «Господи помилуй», да? «Деус мизерири». То есть «Господи помилуй», «Деус мизерири». По-гречески это «Кирия Аллилуйя», 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 «Кирия Аллилуйя». И «Господи помилуй» тоже удобно произносить, «Господи помилуй», «Господи». А вот «Деус мизерири» неудобно. То есть вот по-французски это вообще невозможно произнести. То есть наш язык очень быстро сломается. Поэтому при переводах древних как раз молитв, например, изначальных христианских молитв на языки, какие-то переводы были удобные для произношения, передавали энергетику, какие-то переводы не передавали энергетику. Но в любом случае при произнесении непрерывной молитвы, например, такой, как «Господи помилуй», это изначальная исихазская молитва, у нас скоординировано дыхание, энергия и внимание. И принципиально важный момент состоит здесь в том, что при произнесении мантры у нас часть внимания неизбежна, потому что это есть вибрация, есть опора звука на диафрагму. Когда у нас возникает звук, когда есть напряжение диафрагмы, и вот в пространстве между диафрагмой и связками возникает столб воздуха. И этот столб, это напряжение таково, что связки вибрируют с определенного рода частотой. То есть часть нашего внимания всегда осознанного здесь, часть нашего внимания, как говорят исихасты, в сердце, вот здесь диафрагме в сердце, и часть нашего внимания всегда здесь и здесь. Господи помилуй, милый, да? То есть если мы вслушаемся в семантику и вибрационные уровни, окажется, что здесь тоже происходит как раз взаимодействие вибрационное с высшим измерением. Это тоже очень важный и существенный момент молитвы. Что следует из вот этого обзора дыхательных практик? Ну, первое. Это все в мире есть дыхание. И дыхание на фундаментальном сущностном уровне связано с... Наше ежесекундное дыхание на фундаментальном уровне связано с другими фундаментальными циклами. Какие это циклы? Это дыхание суток, конечно же. Это дыхание внутри суток, это двухчасовые циклы. Через двухчасовые циклы меняется энергетика в каналах. 12 каналов у нас всего. Это вот 5 каналов, входящих снизу, 5 каналов сверху на каждой руке. Вот это 10 каналов получается, и передний, и задний. 12 каналов, которые соответствуют 12 меридианам. И смена энергии происходит в течение 24-часового сутка. Активен каждые два часа тот или иной меридиан. Соответственно, те или иные органы, те или иные точки, соответствующие этому меридиану. Поэтому в каждое время суток существует оптимальное время для определенного рода занятий. Дальше это лунный месяц, 29 дней. Соответственно, это цикл, который существенно важен для Земли. Это год. И, соответственно, смена сезонов от зимнего солнцестояния до весеннего солнцестояния. И это, конечно же, следующие вещи, связанные с циклом Юпитера, 12 лет. Это 60-летний цикл, когда 5 раз по 12, когда все в китайском и тибетском восточном календаре. Большой цикл. Это 3 раза по 60. Это будет 180 лет. Это чрезвычайно важный цикл. И внутри этого цикла 180 лет – это 9 раз по 20. 20 лет – это тоже очень важный цикл в соответствии с древнекитайскими представлениями. Я попрошу, чтобы Бронислав Иногродский более детально это рассказал. Вот девятиречная система 9 раз по 20 чрезвычайно важна. Это основная матрица действия в китайской традиции. Сейчас Бронислав опубликовал последнюю книгу, где как раз подробно это расписано. И сейчас мы находимся в очень важном периоде – 2004-2005 год. Потому что это вот те года в 20-летнем цикле, когда возможна максимальная новизна, введение нового в мир. Если вы хотите, чтобы следующие годы вы жили в новом мире, вам нужно успеть создать. В 2004-м это уже прошло, в 2005-м году. То есть этот год – последний шанс что-то сделать в мире. Поэтому в этот год происходит оранжевая революция, меняется что-то или не меняется. Потому что это задает… В следующие 20 лет будет очень сложно что-то внести и изменить. Потому что это будет против потока. Сейчас это по потоку. Грести против волны очень тяжело, но можно волну оседлать и на ней передвигаться. Правильно? И дыхание связано как раз со всеми этими циклами. Вплоть до больших циклов, которые связаны как раз вот с этими накоплением кислорода, с потреблением углекислого газа и потом обратно с возвратом. Когда живые существа съедают, сжигают биосферу, возвращают углекислый газ, биосфера опять возрождается и так далее. Вот такие большие громадные циклы дыхания. И мы, живущие здесь, на этой планете, со своей жизнью, тоже принадлежим этим громадным, большим, земным и космогоническим циклам дыхания. Вот нам всегда нужно, наблюдая свое дыхание, знать, что оно является совокупностью этих циклов и этих космических ритмов. И кратным циклом дыхания является все в нашей жизни. Роль, например, дыхания в традиционных практиках столь велика, что без практики пранаямы невозможно никакая йога. Без практики йоги невозможно никакое владение энергией и невозможен переход к другим уровням функционирования сознанию. То есть пранаяма – это 90% практики йоги, а остальные 10% – это асана. Так ваш учитель говорит, да? Примерно. Да. Это общая вещь. И в нашей стране и во многих других странах перекос традиционного представления пранаямы, йоги. И нередко у нас йога – это вид физкультуры, да? Супер-асаны, силовая йога, акробатическая йога и так далее. Здесь как бы причины и следствия, и целеполагание меняется местами, потому что главное в практике йоги все-таки – это не асаны, а это дыхание. И дыхание затем улучшает энергетику, и наше физическое развитие затем намного улучшается. И современное понимание дыхания, которое отражено в колоссальном количестве уже и западных публикаций, позволяет нам по-новому взглянуть и на традиционное представление о здоровье и о тренировке. Если мы понимаем, что дыхание – это фактор номер один в любой программе оздоровления или в любой программе работы с энергией, и если мы понимаем, что среди практик дыхания существует две основные категории дыхания с изначальных, древнейших времен, и одна практика связана с переходом на эндогенное анаэробное дыхание, она связана с замедлением дыхания, с сознательным замедлением дыхания. В конце концов, эта практика приводит нас к кумбаке, это цель такого рода практик. Кумбаке – это полный контроль над энергией дыхания и помещение дыхания в центральный канал. И в этом случае я в пределе могу уже задерживать дыхание неограниченно, то есть днями, сутками и так далее. И могу находиться в состоянии сосредоточения и созерцания. Вторая практика дыхания, которая тоже применяется с безначальных времен, – это практика интенсивного дыхания. Например, йогическая пхастрика. В йоге очень много такого рода пхастрик, быстрых пранаям. В кундалини-йоге, в традиционной йоге, в даотской йоге. И нечто подобное есть в ребёфинге, в холотропном дыхании и в любых видах интенсивного промывающего дыхания. И главная функция здесь в том, чтобы нужно быстро забрать прану. Первое. И вместе с этим набрать энергию. И эта энергия затем будет способствовать возникновению необычных состояний сознания, исцелению организма, избыточной энергии сама найдёт, чтобы выявить слабые места, и они проявятся. И можно будет проработать, проинтегрировать слабые места. И эта практика также очень быстро поможет нам познакомиться с работой нашего восприятия. Это главное, я считаю, чем полезна практика интенсивного дыхания. И только гармоническое практикование форм интенсивного дыхания и медленного дыхания способно принести достаточно быстро, очень хороший, эффективный результат. Только когда мы практикуем хотя бы вот эти два вида дыхания совместно. То есть, ну скажем, классическую парнояму или дыхание через тренажёр Фролова, если вам лень осваивать парнояму, и любую форму интенсивного дыхания, в любой формате, который вам поселен, ребёфинга, холотропного дыхания, или более деликатных форматов, таких как вайвейшн, польза будет. И люди, которые, например, клеймят в интенсивное дыхание, это люди, которые до конца не разобрались, конечно, в физиологии, в энергетике дыхания, потому что интенсивное дыхание столь же естественно для нас, сколь и замедленное дыхание. И когда у нас, например, интенсивное дыхание? Когда мы совершаем интенсивную работу, например, когда мы бежим, когда мы занимаемся физкультурой, аэробными упражнениями и так далее. Здесь важно не передозировать. Интенсивное дыхание, в отличие от замедленного дыхания, не нужно практиковать каждый день. За тем редким исключением, когда это жизненно необходимо, например, в случаях тяжелых заболеваний, когда требуется вот такого рода упражнения. Интенсивное дыхание нужно практиковать несколько раз в месяц в любом формате, и тогда это будет приносить колоссальную пользу. Если мы будем каждый день практиковать, это может принести вред. Во-первых, мы очень быстро додышимся до своих пределов возможностей интеграции того опыта, который у нас возникает, как бы мы застопоримся. А во-вторых, мы можем действительно разбалансировать свою энергетику и обмен веществ. Этого делать ни в коем случае не стоит. Кратковременное интенсивное дыхание абсолютно безвредно. Оно не вызывает никаких нарушений гомеостаза. Оно физиологично, и организм у нас элементарно справляется с такого рода разбалансировкой. Но долговременное использование интенсивного дыхания, конечно же, может привести весь комплекс негативных последствий. Когда же мы комбинируем пронояму традиционную и интенсивное дыхание, тогда у нас все сгармонизировано. И мы можем и интенсивное дыхание чаще использовать, и пронояма даст гораздо больше результатов в этом случае. В любом случае, одним из главных моментов практики Продояма является, ну, с точки зрения тренировки, это прежде всего растяжка и осознавание всего дыхательного аппарата. Мы становимся чувствительны к тому, как мы дышим, как воздух проходит через нос, через горло, через легкие, как наполняет, как работает наша дивофрама, как работают наши межреберные мышцы, вообще весь аппарат дыхания. Мы становимся чувствительны к физическим состояниям. Мы повышаем жизненную емкость легких. Мы становимся способны гораздо глубже задерживать дыхание. Мы становимся способны гораздо полнее вдыхать, полнее выдыхать. Мы как бы увеличиваем все параметры дыхания своего и становимся способны к любым экстремальным нагрузкам. Это есть один из параметров здоровья. Что, безусловно, вредно на сегодняшний момент? Я хочу вас сразу предостричь. Безусловно, вредно начинать заниматься тяжелыми физическими нагрузками и спортом, связанным с тяжелыми физическими нагрузками, если вы не овладели практикой дыхания, замедленного дыхания. Потому что если ваше дыхание уже неправильное, и вы начинаете заниматься бегом, например, вы начинаете ходить в тренажерный зал, вы начинаете заниматься большим спортом, вы пускаете свой организм в разнос. Ну, тут разные оценки, но, по крайней мере, все эксперты сходятся в одном и том же. И Бутейко, и Фролов. Фролов, ну, как бы, крайняя точка зрения, он считает, что это способствует очень быстрому изнашиванию организма. Ну, Фролов вообще максималист, он считает, например, что плавать гораздо вреднее, чем бегать. Потому что, когда мы плаваем, мы в основном вдыхаем в воду. И вот это избыточное давление создает повышенное окисление, процессы повышенного окисления в легких. То есть наши легкие, наш организм в ускоренном темпе изнашивается. В итоге мы слишком рано умираем. Ну, как умирает большинство профессиональных спортсменов. Вы знаете, бегуны, плавуны, особенно, они умирают очень рано. Братья Знаменские, один умер там в 27 лет, другой в 36 лет, там, например, знаете, знаменитое соревнование. Вот, пожалуйста, большой спорт. Как только спортсмен бросает заниматься, он сразу же набирает колоссальный вес, у него возникает целый букет болезней. А если он не принимает, не перестает заниматься, то он умирает просто в процессе занятий большим спортом. От инфаркта, инсульта, чего-то, ничего бы то ни было еще. Вообще, профессиональный спорт чрезвычайно вреден. Это сейчас оценки. Работа организма на, вот, постоянно, хронически на максимальных нагрузках чрезвычайно вредна. Мы подвергаемся суставу и всей системы организма колоссальным воздействием. И у нас сильно интенсифицируются механизмы, как раз свободно-радикальные механизмы окисления без включения компенсирующих механизмов эндогенного дыхания. В итоге мы очень быстро выдыхаем, сгораем. Поэтому любая программа оздоровления, прежде чем мы начали поднимать тяжести, ходить куда-то, даже прежде чем мы начали бегать трусцой, нам нужно поставить дыхание. Это номер один. И тогда, когда у нас поставлено дыхание, у нас отступят болезни, у нас наладится правильный обмен веществ, и мы сможем тогда заниматься и поначалу легким спортом. И я, следуя Кену Вилбору, рекомендую здесь «Легкое поднятие гантелей тяжести». Вот одну книжечку, как раз, вот самую лучшую, которую Кен Вилбор рекомендует, мы привезли. Она, к счастью, была издана в Белоруссии. Правда, она уже продана везде. Поэтому вот я, например, просто на оптовом складе белорусской книги купил последние экземпляры. Больше нет, вот говорят, в Москве. Ну, по крайней мере, у нас на семинарах, для тех, кто интересуется интегральным развитием, я много говорил на семинарах, и о роли гантелей, теперь есть вот хорошее руководство, где как раз правильные упражнения. Но в любом случае никогда не стоит перетруждаться. Любая программа здоровья, в основе ее соеддыхание, и затем комплекс естественных органических вещей. Ну, это связанных с питанием, связанных с отдыхом, связанных с упражнениями соответствующими. Такое интегральное развитие. Поэтому здесь очень важно не переусердствовать. И только после включения правильного дыхания, очищения, пранаямы, а на это обычно требуется все-таки какое-то время, можно начать заниматься всем остальным. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!